В городе в одиннадцатый раз подряд проходит фестиваль кулинарного искусства. На него в этот раз съехались начинающие повара из пяти регионов. Всего 38 человек. Тема фестиваля созвучна с главной темой года. Весь мир – театр. В этом зале домашнее задание представляют кондитеры. Алена в течение двух дней собирала многокилограммовый торт «Маска». Он красивый снаружи и внутри. Ореховый бисквит, сливочно-сырный крем и вишневая конфи. На украшение идет темный шоколад, шоколадная глазурь. Также на маску идет шоколадная белая глазурь. И также на бабочку белково-заварной крем и фрукты. Традиционно жюри оценивает и мастерство подачи блюд, а также умение готовить закуски и горячее. На дегустацию пригласили именитого иностранного гостя. С русской кухней Даниэль Эгрета знаком давно. Сам он работает в спа-отеле «Вилла Плёс». Но учащимся удалось его удивить – фишками в подаче и сервировке. Для поваров у шефа нашлось несколько полезных советов. И последний совет должен быть маленький, 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 маленький. Как это не видно, что у вас. Маленький. Окей, смотри, я не вижу, что есть. Это не видно. Как это красиво, красиво сделали. Ну, это же медленно. Для тех, кто далек от высокой кухни, учащиеся в колледже сферы услуг приготовили мастер-классы. Например, такой по приготовлению роллов в домашних условиях. Обещают научить делать за пять минут. А ингредиенты подойдут любые, на что фантазии хватит. Они просто готовятся, можно брать доступные, можно и без нори не класть. То есть рис можно купить, можно взять крабовые палочки, огурец, сливочный сыр. Это все очень просто и доступно, и одновременно сытно, несмотря на то, что они такие маленькие. Участники конкурса стараются следовать моде, готовить более легкие, низкокалорийные блюда, следят за тенденциями в мировой кулинарной индустрии. Не только для того, чтобы удивить жюри, но и чтобы после колледжа быстро найти работу.